Счат открыли Барнауль, Церемов выруливал из ворот на пятак, отдал шайбу туда, Коголев подхватил ее в слоте, чуть сместился вправо и поразил дальний угол ворот Егора Горшкова. Тот из клюшки в моменте оказался, возможно, что этот фактор ему как-то помешал. Через 2 минуты 20 секунд термики равенство на табло смогли восстановить. Да, не без доли везения, но это активность на пятаке, которая возникла. Оржанов ее там создал, один абсолютно, потеряли его все хоккеисты Динамовцы, попала шайба в конек Ивану Сапунову и от конька отскочила прямиком в ворота. 1-1, далее был еще и гол Молота под занавес, но с тихотками его не засчитали, так как лаблоки руха вратарят. Ну а во втором периоде все началось самое интересное для хозяев. Рожковский у борта подхватывает шайбу, отдает на абсолютно свободного партнера. Пархоменко видит Барбашова, Барбашов далее забыкает в одно касание практически. И после, да, сначала принял, а потом в итоге бросил. Эта шайба стала победной для Динамовцев, но это было еще не все, это только начало феерии. Мы наблюдали в исполнении Барнаульцев. Всеволод Путинцев, классным кистевым броском в сползоне, попрочил преимущество Динамовцев. 3-1 и вынудил тренерский штаб Молота поменять голкипера. В игру вступил Кирилл Устеменко, но и он особо ничем не помог своей команде. Достаточно быстро его пробили в большинстве. Ремов отдал диагональ направо. Коголев поднял голову, увидел, что Оскар Булавчук на дальней штанге абсолютно один. И тому оставалось всего лишь правильно поставить клюшку на лед, чтобы переправить шайбу в ворота. Это Оскар и сделал, забросив снова шайбу в большинстве. Динамовцы в этом компоненте чудо как хороши в нынешнем сезоне. 4-1 и это уже пахло для Молота поражением. Не сразу пермики, но в игру постарались как-то вернуться, создавали моменты. А в итоге в третьем периоде ошибка в средней зоне. Перехват от Булавчука заканчивается тем, что подхватывает дальше шайбу Анаховский. К атаке подключается Коголев и Александр поражает ворота Кирилла Остеменко. Оформляет дубль и ставит...